В Павлодаре прошла очередная сессия областного маслехата, где рассмотрели вопрос уточнения бюджета, который пополнился на 22 миллиарда тенге. Большую часть доходов хотят направить на приобретение более 800 квартир для социально уязвимых семей. Управлением экономики и бюджетного планирования совместно с областными администраторами и акемами городов и районов проведен анализ расходной и доходной части бюджета региона. Чиновниками изысканно более 22 миллиардов тенге и сегодня депутаты решали, куда будут направлены данные деньги. Средства направлены на реализацию трех новых поставленных задач и мероприятий для выполнения экономического роста. Во-первых, предусмотрен выпуск государственных ценных бумаг на приобретение 815 квартир арендного жилья и строительство жилого дома в микрорайоне Достык города Павлодара. Второе, это своевременное и качественное проведение весенних полевых и уборочных работ, на которые предусмотрено 7 миллиардов 200, в том числе 4 миллиарда 600 субсидирования ставок вознаграждения по кредитованию 350 субъектов агропромышленного комплекса на приобретение сетхозживок, активных оборудований. 2 миллиарда 600 на субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов. Также в рамках уточнения бюджета чиновники предложили выделить 919 миллионов тенге на дополнительное стимулирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Коснется это 124 новых проектов. Однако основная часть из 22 миллиардов, 14 миллиардов тенге предназначены для строительства и приобретения жилья для социально уязвимых слоев населения. Екіші тақырып, көрденде ол, элементті қосал топтары кезектер тұрған біздің тронда дұймен тронимен қантамасы сету баспана ол үшін. Коснется это 124 новых проектов. Коснется это 124 новых проектов. Депутаты областного масляхата поддержали проект с учетом вносимых изменений, уточненную бюджет региона в составе 471 миллиард тенге. Следующим вопросом на сессии рассмотрели меры по обеспечению ветеринарной безопасности в Прииртышье. Как сообщили чиновники, обстановка на данный момент стабильная. С начала года было зарегистрировано 5 эпизодических очагов особо опасных болезней животных. По состоянию на апрель текущего года на бруцеллез исследовано 172 тысячи голов крупного рогатого скота. При этом выявлено 789 больных животных. Зараженность составляет полпроцента. Мелкого рогатого скота исследовано 202 тысячи голов. Было выявлено 52 факта. Зараженность составляет 0,3 процента. Заинтересованными органами в области ветеринарии сформирован график выезда для проведения разъяснительной работы с владельцами сельскохозяйственных животных по приобретению и применению противобруцеллезных вакцин. Всего в области будет проведено более 8 миллионов процедур по вакцинации скота против 12 особо опасных болезней животных. Кроме того, на 25 миллионов тенге были закуплены препараты для предупреждения заболеваемости мыта лошадей. Работу обещают начать в мае месяце. Вакцина вакцина вакцина. Продолжение следует... Продолжение следует... Не забыли депутаты и о предстоящем большом субботнике, призвав всех жителей региона выйти и поддержать акцию ТАЗА Казахстан. Сами они также примут участие в уборке. Ермик Сапаров, Медитка Рим, Ертас Ахпарат.